Привет, народ! Значит, это инструкция по импульсному инвертору. Это у нас проект 5 был, сейчас он модернизирован. Почему объясняю? Значит, был сделан на воду 330 Ом, 1Т аппарат, 300 микросекунд. Это максимальная длительность импульса и напряжение 520 вольт. Значит, в водоеме рыбаков много. Сома вообще в этом году никто не поймал. Ну, а рыбу ловить не получается. Самусы, тысячники не ловят. Вода увеличена, были большие дожди, сопротивление с годами увеличивается. Обычно оно уменьшается, а тут наоборот, оно увеличивается. И вот, по замерам вышло 30-30 Ом. Понятно, что его поиграться, если с катодами или там алюминиевая лодка, допустим, большая площадь, можно уменьшить это сопротивление, грубо говорю, до половины, грубо говорю. Но, но, не везде всегда все хорошо. И аппараты не ловят. Просто они не предназначены для сопротивления, того сопротивления той воды. Не могут они обеспечить ток для того, чтобы удержать или притянуть рыбу, то есть создать анодную реакцию. Вот и все. Второй нюанс по аппаратам на высокоумной воде. Это у нас китайцы. Дешевые китайцы вообще никак. Длительности имблицы не хватает. При максимальной частоте чисто белеет малек. И то небольшая площадь. То есть убийца малька. Все. Дорогие аппараты китайские. Уже дорогие. Обычно на Алии их нету. А отдельно их там продают. До килограмма. Вот берут, да, при высокой рыбе полкилокилограмм. Вот выше не может брать. Опять же, ширина импульса. Связано это с шириной импульса. Опять же, это умножители. Все это гасится. И не получается. Больше не могут они взять. Не из-за того, что у них мощность слабая, а ключ сделан чуть-чуть неправильно, чуть-чуть. По-другому. Подход у них совсем другой. То есть, для их воды у них оно правильно. Но для нашей воды не совсем так. Вот. Далее. Далее. Этот аппарат. Этот аппарат 1Т 300 микросекунд. Ну, лодку рыбом поймал. Поймал рыбы. 3 килограмма. Рыба в основном до 3 килограмм. Значит, что говорит пользователь, что при включении видно стрелы. То есть, рыба есть, разбегается. То есть, раньше, когда сопротивление воды было пониже. Раньше. То есть, не этот год. Прошлые годы. Щука была 10 килограмм. А сейчас 3. 3 и все. Вот где-то в районе 3 килограмм. Много щуки, но 3 килограмм. Сазан. Сазан все карповое. То же самое. 3 килограммовое. Все. Ну, берет рыбу всю. Но, факт. Вот эти миллиметриные килограммы ограничивается. И это понятно и ясно, почему это. Потому что, опять же, я говорю, нужно создать поле. Именно на этом сопротивлении нужно создать это поле. Нет поле, нет анодной реакции. Слабое поле, мельче рыбу. Вот. И меньше радиус. Вот как-то так. По поводу СОМа. Так, режим СОМа. Требование было сделать на СОМа. На СОМа отдельная лодка. И все сделано по-другому. Но попробовали. Просто попробовали. Носочок подключили. Режим СОМ включили. На глубине ямки 5 метров. Хотя глубина есть там может до 12-15 бывает. Ну, вот. На 5 метрах. В течение одной минуты вплыл два СОМика всего. Один килограмма три. Второй семь. Все. Бочина СОМа это в течение одной минуты в одном месте. Вот. Остановились на обратном пути. И попробовали. Вот так. То есть СОМа поднимала. Но это было 1Т, ребята. 1Т СОМа хорошо поднимает. Щуку берет неплохо. Карповых неплохо берет. Все. Но, если вода высокоомная, ограничена. На низкоомной нагрузке, конечно, 1Т очень плоховато и сложно, и тяжело ему ключику. А вот на средне-высоких это оптимально. А вот на средне-нижних очень слабо. Тяжеловато ему. Нужна мощность. Нужна ширину импульса надо поднимать соответственно. И получается мощность. Нужен запас мощности. Вот. Что было сделано, промодернизировано. Так как щука там крупная и рыба крупная есть и уходы есть. То есть не можем мы создать это поле. Появился у нас новый ключик. Который он называется. Ну, как сказать. Сказать, что это аква. У аквы есть провал. А здесь провала нет. Двух роги. Сигнал двух импульсник. Что, чем мне нравится эта схема. Значит, как сказать, испытывал я его или нет. Его испытывали другие люди, которые два ключа, которые мы собираем, два ключа скрестили и получили, говорится, смесь бульдога с носорогом. Но оказалось очень, импульс оказался очень эффективным. Потребляемая мощность не такая, как на других аппаратах. То есть чуть-чуть меньше, ниже. А мощность импульса даже при 0,5 миллисекунд и при 2,2 миллисекунды не сильно отличается по потреблению тока. Но по рыбе это все. Рыба чувствует все это очень хорошо. А мощность потока выжирания, конечно, на высоких частотах, да, есть разница, конечно, большая. Но на средних частотах небольшая разница. То есть ключ очень экономично выгодный. Это не означает, что он не ест. Нет, он, конечно, ест, но не столько, как другие схемные решения. По эффективности я имею в виду. Эффективности воздействия и эффективности потребления. Вот это тоже надо учиться. Ну, соответственно, от того идет и лов. Насколько эффективный у нас получается, насколько у нас эффективный получается импульс. То есть рыбе какие-то импульсы нравятся, какие-то импульсы не нравятся. Поэтому мы подбираем этот импульс. На каждом водоеме это все по-другому. Руки я, ребята, залил. Потекла у меня ручка, которую я хотел показывать, указывать как указкой. Но придется что-то для другой. Возьмем, наверное, такое, что не потечет. Значит, инструкция пользователя – это аппарат совершенно другой. Как другой? Мои аппараты – это превращение. Это конструктор, который я могу превратить, что хоть один Т, хоть два Т, хоть самусы, хоть в денисторную, хоть в электронную начинку менять, хоть ключи менять, хоть преобразователь остается в основном одинаковым. Потому что выводы на трансформаторе дополнительно делаются запасом. И эти 600-700 вольт уже, как говорится, они не нужны, не используются. Уже знаем, на какие сопротивления воды основные, какие нужны мощности и какие нужны напряжения. Поэтому эти галетные переключатели – зло. Многие это давно поняли. Но и конкретно зная, куда делают, уже галетники не используют. Галетники используют, когда слепота. То есть вообще не знаешь, какая вода, не знаешь, какие параметры нужны. И для того, чтобы была возможность подрегулировать. Сейчас мы это знаем. А галетник… Что происходит на галетнике? На галетнике, когда мы переключаем во время включенного преобразователя, мы переключаем нагрузку, может возникнуть дуга. Когда есть нагрузка включена, когда нагрузка включена, то ничего как бы не будет. Да, горят контакты. Я их параллельно запаиваю, параллельно пробаиваю. Но все равно при включенном режиме нельзя использовать. Что получается? Получается, когда мы аппарат включен. А нагрузку на нас забыли подсоединить. Электролитические конденсаторы зарядились до конца. То есть они ток уже не потребляют. То есть в холостую практически работает преобразователь. Но не совсем холостую, но в холостую. Что получается? Получается, что заряд есть, нагрузки большой нет. А у нас как? Трансформатор с большим множителем может превратиться в катушку. Какую? Зажигание, будем говорить так. Превывается. И когда мы переключаем, и нагрузки нет, между обмотками может создаться дуга. А дуга это короткое замыкание. И почему я провожу вот эти вот сейчас, это не семинары никакие, это правила эксплуатации конкретно моих аппаратов. Я не знаю как на других, но конкретно на моих эти условия некоторые надо соблюдать. Потому что случаи бывают разные, но что можно делать и что нельзя. Значит, ключ в аппарате заменен полностью. Он уже идет у нас двух ролги, двух импульсный, с высоким КПД. Добавился потенциометр, рукоятка для регулировки длительности. Длительность это ширина импульса, это мощность, отдаваемая в воду. И от нее зависит потребление тока. Чем больше мы даем импульс, ширину импульса, тем больше потребляют тока. Особенно на высоких частотах. Так как импульс сам по себе мощный, частоту на этом аппарате поднимать высоко не нужно. Высокую частоту любит только щука в основном. Дело в том, что на щуку придется поднимать. Но двух импульсных и щуку тоже берет хорошо на более низких частотах. Тоже берет универсальный импульс, который берет всю рыбу. Даже сомника на этих средних частотах. Но не крупного, конечно. Но если попадает зом, он даже его и так сделает. То есть очень универсальный сигнал импульса. То есть длительность начинать надо всегда с минимума 0-5 миллисекунд. Обычно он уже ловит. Если он ловит, но крупная, допустим, выскакивает рыба, можно чуть-чуть, допустим, если частоту мы поймали, можно чуть-чуть поднять, подрегулировать. Не надо выкручивать его до конца. Это лишнее потребление энергии только. И воздействие на рыбу. Чем ниже частота, тем выше надо ставить длительность. Чем выше частота, тем ниже ставится длительность. Вот это правило на СУДД. Дальше у нас переключатель больше-меньше. Больше-меньше это заряд конденсаторов, это ток. Но этот ток в этой схеме, именно в этой схеме, работает она чуть-чуть по-другому. Большой ток, то есть будем считать, что здесь не ток, а вода. Плотность воды, то есть сопротивление воды. Если сопротивление воды высокое, вот как 330 Ом, 150 Ом и выше, то лучше использовать на меньшем. То есть конденсатор будет успевать разрядиться на эту воду. Ну, конечно, у нас площадя большие, и желез всегда, как говорится, много, поэтому разряжаться он будет и прибольше. Но, например, на лампочках, на некоторых нагрузках бывают сбои, потому что на большем, допустим, он разрядиться не может. На более мощной лампе он сможет нормально. А на слабой он не успевает разряжаться, потому что спад широкий. Этот спад можно использовать на низких напряжениях, например, увеличивая ток. Там, да, он очень эффективен. Поэтому у кого-то ловит полочка, а у нас ловит спад. Я не знаю, как у кого, но у нас спад идет от 15, начиная микрофарад, 20 микрофарад, 35. Я делал и 90, вы помните, да, и 90 делал, и ловило прекрасно все. То есть тут подбираешь по воде эту мощность. Но опять же, то были самусы модифицированные, а это у нас совсем другие уже двух выбросные схемы. Здесь идет уже дроссель, дроссель специальный, намотанный в два провода, так как он выполняет функцию автотрансформатора. За счет этого КПД работает в обе стороны. И за счет этого КПД, что если мы берем какой-то ключ с дросселем, да, допустим, это у нас получается, что он работает у нас в пол-периода импульс с выбросом. А здесь у нас работает в два периода, это как выпрямитель. Полумост, не полумост, а один, допустим, диод там или четыре диода, допустим. То есть мостовая схема двухпериодная или два диода со средней точкой, да, то есть два периода или один период берет. То же самое получается там. Здесь берет два периода. За счет того, что при том же токе импульс выброс намного выше он и мощней, это только из-за того, что мы используем два. Если раньше мы использовали один импульс только для закрытия телестора, заряда и закрытия телестора в тот момент выброс, пока он заряжается. А здесь мы используем обе стороны со средней точкой. Вот смысл Аквы, чем у Аквы чуть-чуть лучше параметры. Но у Аквы не совсем устойчивый импульс и имеет форму провала, что очень плохо влияет на рыбу. И иногда рыбу вообще, говорят, даже можно и не поймать. Поэтому параметром и материалом изготовления имеет очень капризно. И кто ее не делал, кто не ловил, почему ее никто и не делает? Потому что не могут довести до ума. Потому что надо конкретно испытывать и знать, понимать, что делаешь. А просто собрал и пошел на рыбалку и поймал, это надо иметь большую удачу. А в остальных планах лучше ее как таково, если не считать каких-то модифицированных многоимпульсных, мы не будем за них говорить, потому что на многих местах они не ловят тоже специфические устройства, то двухимпульсные, двухвыбросные рога, они самые эффективные. Далее, от этого зависит мощность. От этого зависит тоже потребляемая мощность, но и разряд спада. То есть на высокую мою воду. Здесь можно приписать вода, но все-таки это ток. И ток потребления, значительный ток потребления. Эти режимы используют зима, а лето, чтобы ловить при низких напряжениях, допустим. Когда ток рыбки нужен, напряжение поменьше, а ток побольше, чтобы ее дотянуть. Тогда используют то же самое и этот импульс. Дотянуть или положить на дно. Это тоже все, оно влияет. Сильно много дашь, но на воде с высоким сопротивлением много не бывает. Выкручивают все, как говорится, до конца. Это тоже неправильно. Надо начинать с малого, а не на максимальных напряжениях. Потому что это лишнее потребление от аккумуляторной батареи. Дальше, дальше у нас стоит переключатель. Дальше у нас стоит напряжение. Вольт. Больше, меньше. Больше, меньше. Дальше у нас есть рыба и сон. Недостаток этого переключателя в том, что при рыбе он работает от кнопки. От кнопки в режиме рыба. А в режиме сон идет постоянное включение. Так вот, даже у меня несколько раз были случаи, что он находился внизу, в нижнем положении. И как только мы включаем, произошло включение. А если что-то мы забыли подсоединить, то это плохо. То есть идет выход. Вот. Поэтому было решение есть другое. Сделать другой разъем для СОМа. Или на этот же разъем ставить дополнительный выключатель. То есть мы включили режим СОМа. У нас всегда включается первый раз на полсекунды. Раз. Отключили. То есть должны зарядиться конденсаторы. Второе. Включаем второй раз. И импульсы пошли. И когда импульсы пошли, мы берем просто и фиксируем. Просто фиксируем вот этот пластиковый хомут. Самое такое простое решение. Поломался. Сделал. Прослужит он долго. Как говорится. Убрал его. Опять нажали. Запустили. Запустили. Профиксировали. Зафиксировали. Все. Никаких. Все изолировано. Как говорится здесь. Ничего страшного нет. Он как дополнительный будет на включение. Во-вторых. Когда он включен. Видите. Когда он выключен. Точнее. Даже там коснется пола или удара. Не даст. Никак не даст. Какое-то прикосновение. Включить эту кнопку самопроизвольно. Пока вы там возитесь. Что-то делаете. Пересоединяете. Допустим. Если включен аппарат в сеть. То есть. Он отключен. Он отключен. Далее. 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 На конденсаторы надо мне будет еще поставить раздражающий минус. Это высоковольтный минус. И корпус у нас плюс. Потому что у нас преобразователь напряжения с ТГР. И транзисторы у нас сидят на общем корпусе. А это плюс. Нет. Ничего страшного нету. Минус или плюс. Разницы этого нет. Но высоковольтные. Пока вы возитесь. Какое-то. Какое бы мы сопротивление как бы не делали. Как бы вы. Как в электродвигателе. Какая-то утечка между обмотками. Хоть мегаомная. Но она есть. Вот. Поэтому. Особенно. Когда ремонтируешь аппарат. И вот. Я за Фишера рассказывал. Да. Шлепает тоже хорошо. Ну. Здесь такого как бы нету. Но если. Конденсаторы заряжены. Нежелательно трогать. Минус корпус там. Клеймы там. Вот. Надо вставить. Обязательно. Разряжающий. То. Что я сейчас еще. Осталось сделать. Сделаю. Значит. Поставлен дросселек. Дросселек. Для того. Чтоб. Было легче работать. Диодному мосту. Чтобы. От звонов. Для того. Чтоб. Диоды. Быстрее. Закрывались. Тогда. И. Меньше. Греются. И. Меньше. Меньше. Вообще. Потребляемая. Мощность. От. Провязателя. Напряжения. Я. Эти факты. Не проверял. Но. Если. Так. У нас. Говорит. Наш. Модератор. Высшей. Категории. Инженер. Электроник. То. Оно. Так. И. Есть. Я. Это. Стал. Делать. И. У нас. Есть. Аппарат. Народный. Аппарат. Он. Не будет. Народный. Аппарат. Потому. Что. Для того. Чтоб. Из. Мусора. Сделать. Шоколадку. Как говорится. Из. Преобразователя. Из. Гороскового. Там. Столько. Сделать. Столько. Всего. Всего. Что. Даже. Не захочется. Делать. Будем. Потому. Что. Будут. Самоловы. На основе. Этих. Блоков. Питания. На основе. Этих. Блоков. Питания. Самоловы. И. Более. Народный. Аппарат. Только. Не в том плане. Который. Первый. Я сделал. Неудачный. 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 Не знаю. Почему. Для этого. Был куплен пираметр. Будем. Конкретно. Проверять. Что. Греется. Какие причины. Вообще. Что. Да. Как. И. Непонятно. Почему. Он еще сгорел. До сих пор. Это все. Будем. Уже. В другом ролике. Обсуждать. Ну. Здесь. Здесь. Конкретно. Я уже. В другом ролике. Объяснил. Что. Это. Вольтаж. И. Ток. Ток. Умноженный. Коэффициент. На 13. Коэффициент. То есть. Если. Показал. Один ампер. Это. Будет. 13 ампер. Это. Более. Точно. Я это все проверял. Все. Замерял. Коэффициент. Вычислил. 13. И. Он практически соответствует. Моему приборчику. Вот. Поэтому. Можно верить. Можно верить. На прибор. Допустим. Мы. Запомнили. Да. Что. 0.42. 0.45. Допустим. Миллиампер. Лови лосома. Хорошо. Лови лосома. Вот. Допустим. Да. Человек запомнит. И. Он. Будет. Всегда. Выставлять. На этот. Ток. Приблизительно. Приближаться. К тому. Ток. Только ключ. Сейчас. Другой. Новые показания. Человек запомнит. Допустим. Сам. И. Уже. Будет. Пользоваться. Значит. Кнопка. Разъем. Вверх. Это. Вольт. Высоковольтный. Плюс. Анот. Точнее. И. Минус. У нас готов. В остальном плане. И. Частота. Регулировка. Частоты. Здесь. У меня. В этой. Схеме. Поставлено. На. 98 герц. Да. Высокая. Но. Щука. Например. Любит. Высокую. Частоту. Иногда. Приходится. Поднимать. Потому. Что. Щука. Именно. На. Более. Высокую. Частоту. Крупная. Идет. Очень. Хорошо. Иначе. Она. Будет. Выпрыгивать. Может быть. Какая-то. Попадется. Какая-то. Выпрыгивает. Потому. Что. Аппараты. Любят. Низкую. Частоту. В районе. 40. До. 50. Герц. Они. Основной. Ловят. Очень. Хорошо. Но. Везде. Условия. Свои. Так. Как. Вода. Высокую. Умная. Придется. Здесь. Поднимать. Частоту. Из-за. Этого. Если. Вода. Была. Была. Средненькая. Средняя. То. Все. Работало. Была бы. Так. Как. Штатно. А. Тут. Приходится. Поднимать. Для того. Чтобы. Создать. Эту. Плотность. Тока. Ну. В принципе. Что. Стоит. На аппарате. На аппарате. Стоит. Релье. По. Питанию. То есть. Питание. Даже. Если. Попутано. Просто. Аппарат. Не включится. Вот. И все. То есть. Это. Защита. Тоже. Добавлено. Соответственно. Новые. Новые. Платы управления. Транзисторы. Это. Тиристоры. Потому. Что. Все. Здесь. Все. Стоит. Небольшой. Стоит. У нас. Набер. Хотя. Выбросов. У этих. Трансформаторов. Нет. Но. Как сказать. Нет. При больших токах. Всегда. Появляются. Выбросы. В пределах. Разумного. В пределах. Разумного. И. Проблем с выбросами. Нет. Решено. Но. Следующий. Трансформатор. Я. Первичку. Буду мотать. Первой. Первой. Так. Витков. Нам. Очень. Много. Не надо. И. Можно. Первичку. Мотать. Первой. И. Уже. Вторичку. Вторичку. Второй. А. Намотана. Первичка. В. Один. Слой. После. Вторички. Намотана. Первичка. Ну. Как бы. Так. Но. Так. Пересекается. В. Два. Провода. Будем. Говорить. В. Каждый. Провод. Пересекается. Весь. Сердечник. Выбросы. Минимальные. Но. Снайбер. Все. Больше. Рассказывать. Нечего. Автотранформатор. Конечно. Тоже. Другой. Потому. Настроены. Под. Конкретную. Воду. И. Под. Более. Низкое сопротивление. Потому. Что. В следующий год. Будет засуха. Сопротивление воды. Будет ниже. И. Получается. Человек. Не сможет ловить. Нет. Он сможет ловить. У него. Есть. И. Эти. Режим. Где. Они. Будут применяться. Ну. А я. На этом. А. Ну. Мы. Включим. Конечно. Аппарат. Вот. Включили аппарат. Вот. Тринадцать. Три вольта. Аккумулятор. Сегодня. Двести рублей. Добавил. Свой. Старый. Отдал. Забрал. Ну. Несколько часов. Я его заряжал. Не лучше. Это. Но. Для таких. Проверок. Пойдет. Потому. Что. У него стоит. ДС. ДС. Повышающий. Преобразовательный. Вот. 9 вольт. Вчера сбрасывал. Ну. Работал. Еще он работал. И генератор нестабильно работал. Все стабильно работает. То есть. Новый ТГР намотанный здесь. Все. Сделано под этот ключ. То есть. Ключ уже не первый делается. Отработан. И. На первый. Проект. У меня. Заказ. Тоже. Скоро. И. Будем ставить. Такой ключ. Люди хотят. Люди хотят пробовать. Все. Все. За небольшую плату. Все таки. Идет модернизация. Там уже год прошли. Почти прошел от аппарата. Но. Люди хотят пробовать лучше. Вот. Все что новое приходит. Хотят ставить. Это конструктор. И. Я. И. Есть возможность это поставить. Изменить. В лучшую сторону. В худшую сторону. Это уже будет. Это. Уже по факту. Проверяется на воде. А. Фактически. Фактически. Пробую. Люди все. Вернули. Всегда можно. По то. Или сделать другое. Но. Если есть новое. Люди хотят всегда быть на шаг впереди. Эти аппараты позволяют на шаг впереди. Придерживаться. Шаг впереди. То есть. Все что новое выслано. На него можно поставить. Изменить. И после этого. Мало ли что выйдет. Лучше. Никто ведь не знает. Что будет завтра. Поэтому. Как то так. Так. У нас что есть. У нас режим сон есть. Нет. Давайте поставим рыбу. Минимальная длительность. Минимальная частота. Вот. Мы видим. Видя этот. Что длительность. Клеточка у нас стоит. 2 миллисекунды. С 0.5. С 0.5. Вот. Регулируется у нас. До. 2.2. Я точно замерял. 2.2. 2.2 миллисекунды. Вот. Что еще. Ну частота. Частота у нас. 12,6 вольт. 1,23 ампера. Вот. Это. При миске всех показаниях. Ну. Режим сон у нас есть. Режим сон. Это. Нормальное. Правильное. Схемное решение. То есть. То есть. То есть. Срыва. Генерации. Как таково. В этом ключе. Нет. Но. Есть. Так как. Частота. Низкая. Для сома. Время заряда конденсатора. И первый запуск. Идет. Вдвое дни. Но. В тот момент. Он потребляет. Ребята. Большой ток. И если вода. Вода. Будет. Очень низко умная. Не то что выведет. Здесь в аппарате стоит защита. Она. Он даже запищит. Он запищит. Было уже такое. Что он уже. Если напряжение больше даешь. Чем может он работать на эту воду. Он будет пищать. Ничего с ними не случится. Но он будет пищать. Работать он не будет. То есть для него это перегруз. И ключ запуститься не может. Уже такое было. Только не на этом ключе. На 1Т. Конечно. И напряжение рабочее выбрали 520 вольт. Вот оно работало. Вот. И работали на этом напряжении. Сейчас это же напряжение стоит. Нет. Напряжение стоит меньше. Вот даем больше. Видите да ребята. Видите да. Что происходит. Вот есть. Какой то вариант этого ключа. Но благо. Благо. Вода у нас высоко умная. Давайте переключим мы на Рейбу. На Рейбу. Он настолько короткий. Потому что частота-то короткая. Короткая. Высокая уже. По сравнению с длительностью. И мы даже этот всплеск не замечаем. Но при первом включении. В любом. Этот бесплатный. Как говорится. Накопленность предыдущего заряда. Импульс. Он есть. Пробивает вот. Он. Зафиксировал вот. Диаметр. Радиус. Который берет. Первый вот этот толчок. Он зафиксировал рыбу. Рыба не может выпрыгнуть. Вот первый удар. Вот этот вот. Он есть. Но мы его не видим просто. Я не знаю. Длительность побольше. Дам. Вот попробую. Вот дал. Он есть. Первый удар. Толчок. Бесплатный импульс. Удвоенный. Он зафиксировал рыбу. Все. Ее скрутило. Понимаете. Вот почему радиус большой у этого. Если попало что в этот радиус. Ничего не вырвется. Стрел нет. Почему я поставил человеку этот ключ. Потому что у этого импульса. Большой радиус. Ну а мне. Меня уже беспокоит. И поэтому я с вами прощаюсь. Ну а пользователь. Я думаю. С этого видеоролика все поймет.